Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире программа «Диалог» и ее ведущий Сергей Гормин. Я напомню, как всегда, мы работаем в прямом эфире, ждем ваших вопросов. Номер телефона, который в студии находится и готов связаться с вами, все тот же 679767. Так что звоните, задавайте вопросы нашим гостям по теме нашей сегодняшней программы. Сегодня мы говорим о Кванториуме. Надо сказать, что об этом говорят уже много, говорят в СМИ, говорят на страницах социальных сетей, отношения людей разные. И многие, насколько я понимаю, не очень вообще понимают, что это такое, поэтому мы сегодня все подробненько об этом расскажем. Поговорим, наши гости к этому готовы, задавайте свои вопросы. Итак, в студии у нас заместитель руководителя департамента образования и молодежной политики Новгородской области Софья Иванова и директор государственного областного автономного учреждения «Новгородский Кванториум» Максим Юдин. Здравствуйте, Софья Юрьевна и Максим Николаевич. Здравствуйте. Ну что ж, действительно, давайте начнем с того, что такое Кванториум. Это что-то новое или, как говорил Звонецкий, мы этим уже давно занимаемся. Что скажете? Максим. Кванториум – это новая форма дополнительного образования. Но стоит сделать акцент на том, что это не замена, не подмена, не какое-то будущее развития. Это дополнительные составляющие существующей системы. А само слово «Кванториум» можно объяснить? Ну, поскольку Кванториум предполагает направление технической, естественно, научной сферы, и каждое направление определено определенным квантумом, то как бы квантумы составляют единую такую систему, которую называют Кванториум. Как музеум – это как бы храм-муж. Хорошо. Я бы хотела, чтобы мы не путали это немножко с учреждениями дополнительного образования детей, потому что если в учреждениях дополнительного образования детей мы говорим о реализации конкретных программ, направленных там художественно-эстетической, технической направленности, то Кванториум – это учреждение нового типа, и задачи у него несколько иные. Это выращивание ребят с новым мышлением и командным способом организации работы. Я бы вот так сказала. Да, здесь основная роль, основная деятельность Кванториума, на что он направлен, это стимулировать детей к деятельности, да, не как… Команде. Да. Команде. Классическое системообразование – это, ну, по сути, принуждение. Индивидуальное. Детей заставляют учиться, да. Кванториум – нет, мы даем условия и подталкиваем детей к самостоятельному… Выполнению какого-то проекта, я бы сказала. И итогом, как бы самым верхней точкой этого процесса является междисциплинарный проект, выполняемый детьми в рамках Кванториума, когда разные квантумы работают над одним большим проектом, и в идеале, если прям вот все очень здорово получается, данный проект выходит во взрослую жизнь, то есть уже дети вместе с проектом взрослые… Находят применение в нашей жизни. Естественно, он переходит уже во взрослые сферы, и в итоге это инновационный бизнес. А может быть даже открытие своего стартапа? Скажите мне, пожалуйста, вот, Софья Юрьевна, поскольку вы здесь присутствуетесь, означает ли это, что Кванториум, вот он государственный, областное, автономное учреждение, я случайно назвал это все, чтобы было понятно, его, так сказать, принадлежность, но все-таки он имеет отношение к департаменту, ну вернее, ну да, департаменту образования областному? Безусловно, мы являемся учредителем. Мы являемся учредителем, сегодня есть распоряжение правительства Новгородской области о создании этого учреждения, функции учредителей выполняет департамент образования, это наше подведомственное учреждение. И снабжать его, простите, деньгами, кадрами и так далее будет именно департамент образования? Правительство Новгородской области в лице департамента образования, вы совершенно правы. Хорошо. Скажите, это действительно очень дорогой проект? Ну, не дешевый, я бы сказала. Во-первых, техническое творчество требует соответствующего оборудования. Правильно? Во-вторых, то, к чему должны прийти ребятишки, это профессии будущего, и их интерес к этим профессиям будущего должен формироваться на современных технологиях и современном оборудовании. Поэтому мы не одни реализуем этот проект. У нас есть промышленные партнеры в лице предприятий Новгородской области, в лице больших сетевых организаций, например, я имею в виду Россети, мы сейчас с ними подписываем соглашение о том, что они тоже принимают участие в создании Energy Quantum, например, для Новгородского Кванториума, и те предприятия, которые заинтересованы в кадрах будущего. Акционерное общество Акрон, акционерное общество Квант, Ростелеком вызывает тоже интерес, и у нас, и у них есть ответный интерес для того, чтобы мы все-таки делали общее дело. Скажите мне, пожалуйста, но, как я понимаю, ведь Новгородский Кванториум – это не первое такое учреждение, которое будет создаваться в России, да? А есть что-то, что уже работает, работает давно и активно? Или это вообще все вместе началось совсем недавно? Нет, ну, в целом сама программа, если мне не изменяет память, запущена как раз-таки в 2016 году. То есть у… Агентства стратегических инициатив. Да, но как минимум один учебный год уже прошел. И неким подведением итогов этого учебного года будут соревнования Кванториумов в Подмосковье, которые в июле этого года проходят. То есть дети, которые уже там год отзанимались, будут показывать свои навыки. Такой технический хакатон там на несколько дней будет проведен. Очень интересно. То есть вот сейчас там детям раздали примерные проекты, чем они будут заниматься. Они в рамках своих Кванториумов их реализовывают. Потом командами приезжают на вот общий слет вот этих Кванториумов. И там им уже уточняют задачу, которую они должны в рамках своей команды сделать за несколько дней. Эффект неожиданности. Да, то есть эффект неожиданности. И получается как раз таки хорошо будет проявляться то, насколько слаженная и сработавшаяся команда получилась. Я хочу дополнить, Максима, что мы действительно не первые. Больше 15 Кванториумов открыто по стране. И в Москве, и в Татарстане, и в набережных Челнах, и в Ханты-Мансийском округе. Конечно, мы берем все самое лучшее от своих коллег. И стараемся, чтобы были и особенности у Новгородского Кванториума. А вот наша особенность, наверное, будет в том, что те Квантумы, которые мы планируем открыть в 2017 году, два и потом еще три, они связаны именно с экономикой области. Чтобы дети не уезжали из региона. Чтобы молодежь здесь находила применение. Чтобы мы растили научные, инновационные ростки среди молодых людей, которые бы могли открыть свое дело, заниматься наукой, быть инженерами и укомплектовывать предприятия, которые сегодня составляют основу нашей экономики. А что это за Квантумы тогда? Вот вообще, скажите, какие есть вообще как бы? Ну, я вот смотрел на сайте, там их очень много. А вы говорите, у нас вот 2,3, да? Или 3,2. Значит, какие это Квантумы? Сейчас у нас на первой очереди планируются 4 Квантума, которые будут запускаться, но последовательно. Это Energy Quantum, который занимается вопросами альтернативных источников энергии, энергетики в целом. Это IT Quantum, который будет заниматься вопросами операционных систем, программного обеспечения и искусственного интеллекта. Это Квантум, изучающий виртуальную и дополненную реальность, где дети будут заниматься данными, вопросами. На сегодня это, наверное, одна из таких актуальнейших, современных направлений в информационных технологиях. И четвертый, это будет Геоквантум, который занимается вопросами геодезии, геопозиционирования, аэрофотосъемки, ну и сопутствующими дисциплинами. Скажите, пожалуйста, кого вы будете набирать и каким образом вообще будет отбираться туда детский контингент? Ну, так слово нехороший контингент, но дети какие? Каких детей вы ждете? Значит, возраст от 10 лет и до конца школьных лет. Вот, отбор будет всех желающих, но на каждый Квантум разработаны определенные тестирования, которые позволяют выявить, насколько ребенок будет заинтересован в работе в данном Квантуме. Да, но это как бы предварительный такой вот... Не отбор, наверное, чтобы не пугать детей и родителей, да? Нет, предварительная, скажем так, рекомендация. Рекомендация, что... То ли понимают ребята под тем, что... Куда пришли? И в дальнейшем получается трехмесячный курс, где детям дают максимум навыков, знаний вообще о Кванториуме, о Квантумах, в течение которых дети уже могут сформировать свое мнение о Кванториуме в целом, о разных Квантумах в частности, и по окончании уже принять решение, хотят они заниматься дальше или нет. То есть как-то испытательный такой срок, конечно, можно говорить. Да, да, да. Чтобы понять, хочу я это делать или нет, надо это попробовать. Да, и, соответственно, после этого они уже уходят в проектную деятельность. Хорошо. Я напомню, дорогие друзья, что мы говорим сегодня о Новгородском Кванториуме, говорим с людьми, которые имеют к этому непосредственное отношение. Задавайте ваши вопросы по телефону 679767. Возможно, ваш ребенок будет одним из первых принятых в Новгородский Кванториум. И у нас есть уже звонок, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот в Новгородском Кванториуме будут иметь возможность обучаться только дети из Великого Новгорода или каким-то образом из области? Спасибо, хороший вопрос. Спасибо, не представились. Замечательный вопрос, потому что так как это учреждение областное, безусловно, предполагается занятие и с детьми из области. Какие формы? Это мастер-классы для выездов районов, это на каникулах проведение укороченного курса, чтобы ребят вызвать интерес к тому или иному виду направлений деятельности Кванториума. Это летние школы, и в дальнейшем, понятно, что мы будем поступательно развиваться, филиалы мы будем создавать тех районов, где востребован будет у ребят интерес к этому творчеству. Например, в перспективах Старая Роса, Боровичи и Малая Вишера, там есть у нас центры технического творчества. Я не все районы называю, а только те, где уже есть база, с которой можно дальше работать. Давайте еще один вопрос послушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это обучение будет платное или бесплатное? Тоже хороший вопрос и важный. Важный. Кванториум подразумевает бесплатное обучение, то есть детей, которых мы набираем, они будут обучаться бесплатно. При этом у нас планируется реализация программ платного также. Обучение, но здесь единственное, что хочу сделать акцент, слово обучение, оно не очень актуально. И, наверное, надо сказать, что платное – это ознакомительная часть в программе. Когда можно прийти и все потрогать своими руками, например, выкупаться будет день, где ребенок может пройти по всем квантумам и за деньги папы или мамы попробовать себя во всем. Если мне это интересно, он придет и зачислится в группу бесплатно. Понятно. А вот скажите мне, пожалуйста, сегодня уже определено, где все это будет происходить и когда это все откроется? Конечно, определено. На сегодняшний день у нас уже есть место, это Большая Московская 39Б, здание рядом по соседству с гимназией Квант. Открытие должно быть у нас в начале сентября, то есть мы сейчас уже активно готовимся к проведению подготовительных работ, завоза оборудования. Следовательно, в начале сентября... Сколько ребят вы планируете набрать в первый вот этот набор? Порядка 200 в сентябре, к середине учебного года мы должны, наверное, все-таки выйти на 400 обучающихся в этом учебном году, 2017-2018. На следующий учебный год мы нарастим, наверное, обороты еще в два раза. Это очень много. И как они будут заниматься? Они будут заниматься ходить каждый день в неделю или это будет один день в неделю по два часа или по три или по четыре? Или как будет представлен сам этот процесс, так сказать, работы, обучения? Я даже не знаю, как вы говорите, что это не школа, как бы. Да, да, да. Да, поэтому... Значит, смотрите, как здесь подразумевается, да? То есть каждые три месяца производится набор новых детей на свободные места, соответственно, да, в формировании новых команд, групп. Следовательно, будут часы, когда Кванториум занят обучающимися, да, проходящими подготовительную программу. Но в целом это достаточно такое свободное пространство, то есть те дети, которые уже посещают Кванториум на постоянной основе, в рамках своих команд, в рамках своих проектов, они будут иметь возможность свободного доступа в рабочее время Кванториума. Ну, то есть как бы хочу-прихожу, хочу-не прихожу, что ли? Да, потому что это проектная деятельность, она это и подразумевает, что дети сами планируют свое время. С нашей помощью, да, естественно, мы помогаем им, азы какие-то даем планирования, но они сами... Совсем новая форма какая-то. Они сами должны решать, да, потому что, ну вот, ну согласитесь, да, у каждого бывает, сегодня я хочу, завтра я не хочу. И если я не хочу, то заставьте меня, не заставьте, это не будет давать никакого выхода. Если бы я один за это отвечал, я бы могла бы хотеть, не хотеть, а когда я работаю в команде, и трое из моей команды пришли, а я сегодня не захотела, есть еще и воспитательный эффект. Потому что продукт, это продукт команды, и ответственность командная, и сам продукт командный. Это вот как раз формирование нового типа. А чего в этом больше, игры или все-таки действительно это какая-то новая форма такой вот подготовки ребят к чему-то более серьезному? Естественно, подготовка к серьезному, потому что на сегодняшний день у нас вся страна, наконец-то мы идем по мировому направлению, это проектное направление, проектная реализация деятельности всех учреждений. Соответственно, детям надо давать навыки проектной деятельности. Умение работать в команде. А научить этому сложно, нужно самому пройти через это. Хорошо, понятно. Давайте еще один звонок, как можно больше зрителей послушаем. Пожалуйста, говорите. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Пожалуйста, а где и в какое время можно к вам обратиться, записаться конкретно? Хорошо, понятно. Когда вы начнете набор, куда нужно будет приходить, что с собой иметь? Набор самих детей у нас планируется начать где-то с середины июля, начале августа. К тому моменту мы планируем запустить портал. Как минимум, это будет комплект групп в социальных сетях, через которые можно будет обращаться к администрации. Соответственно, всех претендентов будут заносить в список. Ну и, наверное, когда завершатся ремонтные работы, а это будет где-то за две недели августа, можно физически, живьем прийти по адресу Большая Московская, 39, корпус Б, и уже там будет у нас работать определенный штат педагогов в режиме рабочего времени и прийти туда лично. Ну вот, кстати, очень хорошо, что вы это помнили, потому что я еще и спросил вас, а кто будет с детьми заниматься? Это что, учителя свободные от работы время или кто-то другой? Смотрите, сама философия, сама идея всего Кванториума предполагает, что поскольку здесь не педагогическая деятельность, то, к сожалению, наверное, не каждый педагог готов сегодня работать в таких условиях. Поэтому мы делаем ставку на магистров и аспирантов высших учебных заведений, которые так или иначе... Инженеров-практиков, да, промышленных предприятий. Да, и обязательно будем работать с новгородскими предприятиями, чтобы, по крайней мере, планируется, чтобы на каждый Квантум был штат педагогов из числа студентов и как минимум один-два консультанта из опытных практиков по данному направлению. Тогда мы, в принципе, закроем все необходимые... Наверное, нельзя говорить, что педагога совсем не будет, да? Но не обязательно педагогическое образование. Нам нужны профессионалы. Скажите мне, пожалуйста, вот по поводу самого помещения, оборудования его, так сказать, как я понимаю, вот даже само слово, это Кванториум, оно предполагает какой-то взгляд в будущее. Если на это есть, если на это деньги, чтобы сделать это по последнему слову техники, в каком-то дизайне удивительном, чтобы это для детей было интересно, чтобы они не приходили снова в класс, а пришли куда-то, где действительно можно творить. Ну, решением Майской областной думы нам выделено финансирование в размере 15 миллионов рублей, которое мы планируем потратить на реконструкцию первого этажа. Мы ставим себе достаточно узкую цель в этом году. Здание из трех этажей состоит. Мы беремся только за первый этаж и открытие двух Квантумов. Здесь нам помогают в открытии двух Квантумов наши партнеры. Это Россети, и они полностью реконструируют помещение и оснащают его оборудованием. И Ассоциация ЦМИТов выделяет нам оборудование на IT-Квантум. Следующий год, он более такой затратный по финансам. Мы планируем выйти на субсидию, которую ежегодно, вот уже второй год подряд, Министерство образования, так как это проект приоритетный, федеральный, и к 2020 году в каждом регионе должен быть свой Кванториум, а мы хотим быть тоже обучительным лидером. Потому что на всех не хватит денег. Поэтому мы хотим успеть и попросить у Министерства рассмотреть нашу конкурсную заявку, чтобы привлечь федеральные средства. Опять же, у нас там есть партнеры на следующий год, которые позволят нам обеспечить открытие еще двух дополнительных Квантумов. Еще раз скажу, что удовольствие достаточно затратное, и само видение вот этого Квантума мы выстраиваем вместе с нашими коллегами из Республиканского медиа-центра. Именно с ними наш временно исполняющий обязанности губернатор Андрей Сергеевич Никитин и Марина Николаевна Ракова, директор Республиканского центра, подписали соглашение в Сочи, и в рамках которого они нам помогают вот это все. Ну и я надеюсь, что раз уж как бы они это начали, то они как бы и будут продолжать поддерживать это. Это прекрасно. Значит, давайте еще раз, наверняка вот кто-то уже и сейчас услышал, кто-то еще хотел бы позвонить и что-то уточнить. Уже сегодня есть какая-то горячая линия, где можно что-то это уточнить? Ну, наверное, нет. У нас вот первую неделю, как начал работать Максим Николаевич, мы буквально вот все с колес, поэтому я думаю, что можно обращаться в департамент образования, у нас есть там горячая линия, на любой вопрос мы переадресуем, если он будет касаться Максима Николаевича, деятельности, или я готова. Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, деятельность в Монтуре, и главный набор детей туда, и прихода детей в первый класс, что называется. Хотя, еще раз повторю, что и те, кто создают это, и те, кто придумал это когда-то, все говорят, это не школа, это совсем другое, и вы это узнаете, и почувствуете, и поймете только тогда, когда туда придете. Так что вперед, молодые люди, у вас есть такая замечательная возможность. Спасибо большое нашим гостям, все рассказали, все разъяснили, ну и наверняка еще встретимся, чтобы поговорить о том, а как все это происходит, когда это начнется. Спасибо большое нашим зрителям, это была программа «Диалог», до свидания. Продолжение следует...